Бриллианты. За них проливали кровь, ими завоевывали сердца прекрасных дам. А сегодня мы расскажем вам, кто, где и главное, как создает эти удивительные камни. Десятки видеокамер и строжайший контроль на каждом участке. Так начинается наш визит сюда. Сюда, где люди создают невероятную красоту. Сегодня мы расскажем вам о пути от алмаза до бриллианта, который проходит здесь, в Москве, на предприятии «Бриллианты Алроса». Именно здесь создают камни, которые позже могут пополнить частные коллекции ценителей по всему миру или даже государственное хранилище страны. Если смотреть незакрепленные бриллианты, которые продаются в Российской Федерации, то, наверное, каждый третий бриллиант – это наш бриллиант. Именно на гранильном предприятии алмазу и предстоит превратиться в благородный бриллиант. Как и двух абсолютно одинаковых отпечатков пальца человека, в мире также не существует двух идентичных алмазов. Именно поэтому до сих пор не изобретен станок, который бы превращал алмазы в бриллианты, ну, как на конвейере, что ли. Здесь каждому камню в прямом смысле слова ручной подход. А гранка – процесс невероятно сложный, точный, но при этом творческий. От того, насколько искусно ее сделать, зависит то, как в итоге заиграет светом камень. Однако сразу обтачивать алмазы здесь не спешат. Сначала эксперт должен определить, как максимально эффективно использовать каждую его часть. Ведь иногда камень выгоднее распилить на несколько мелких. Чтобы определиться с этим, здесь, на участке планирования, алмаз изучат со всех сторон. В первую очередь, какой у него цвет и чистота. А затем наступает один из самых интересных и творческих этапов. Камень сканируется на установке САРИН. Делается его полная 3D-модель со всеми поверхностными дефектами и внутренними дефектами. И после этого я приступаю к планированию уже этого камня. Начинаю туда как бы вписывать различные бриллианты, которые могут быть различной формы. Вот, как бы традиционно это круглый бриллиант. Просчитываю стоимость. И, естественно, самая высокая стоимость меня интересует, потому что это наша прибыль. Алмаз нужно буквально просветить насквозь, чтобы понять, какие у него есть включения или трещины. Это помогает сделать специальный сканер. Буквально за пару минут он создаст десятки фотографий камня с разных сторон. Результатом такой экспресс-фотосессии становится детальнейшая 3D-модель. Вот с ней-то и предстоит работать эксперту. В программу можно внести нужные параметры, и она предложит варианты, каких бриллиантов и сколько можно получить в итоге из данного конкретного камня. Но опыт человека, конечно, надежнее, и эксперт вручную, еще раз, сам проверит варианты расположения будущих бриллиантов. Ведь в итоге главная задача – получить как можно большую прибыль с каждого алмаза. Из кристалла алмаза, в какой-то случай, даже чистый камень, вот как раз в этом случае у нас, получается, из данного кристалла алмаза, который весит 12 карат и 74 сотых, из него мы можем получить, ну, вот, был расчет произведен, то есть один человек производил расчет, второй человек произвел расчет. То есть отдельно друг от друга, выяснилось, что и один человек нашел, значит, вариант вот такой, и другой. Вот этот вариант выиграл по цене, и поэтому выбрали этот вариант. Когда становится ясно, сколько бриллиантов и какой формы выгоднее получить из камня, его отправляют на распиловку, или, как здесь говорят, алмаз предстоит раскрыть. Раньше их пилили тончайшим диском, но в этом случае была одна серьезная проблема. Алмаз сохранил в себе сильнейшее напряжение, которое создало в нем давление под землей, где он рождался. Он фактически как сжатая пружина. Одно неверное движение, и камень может рассыпаться на мелкие осколки, поэтому здесь решили использовать лазер. Алмаз закрепляют на специальной подставке, задают алгоритм программе, и луч разрезает кристалл точно как по линейке. Распиловщику фактически остается лишь наблюдать за процессом. Такой резки в результате поддается даже самый твердый минерал на планете. Да, действительно, алмаз – самый твердый минерал на планете. Существует даже специальная шкала твердости. В начале у нее находится самый мягкий тальк, затем гипс, ну и так далее. Возглавляет этот рейтинг наш алмаз. Но тут возникает другой вопрос. А чем тогда его можно обработать? Ведь его даже поцарапать ничем нельзя. Каким должен быть инструмент для этого? Ответ очевиден. Только другим, точно таким же алмазом. Обрабатывают алмаз алмазом на следующем этапе – на участке черновой обдирки. Термин не очень благозвучный, но у этих рабочих в трудовой книжке так и написано – обдирщик алмазов. Процесс этот, в общем-то, нехитрый. Дело в том, что алмаз перед огранкой нужно подготовить, придать ему более удобную для обработки форму. Поэтому здесь их шлифуют на специальном диске с алмазным покрытием. Нужно снять небольшой верхний слой камня, чтобы придать ему округлую форму. Хотя и это еще пока далеко не бриллиант, а скорее алмазный полуфабрикат. Следующий этап – огранка. Именно она придаст камню неповторимое сияние, за которое так ценятся бриллианты. Ювелиры говорят – блеск правильно обработанного алмаза виден за десяток метров. И наилучшей сегодня по праву считается русская огранка. Это когда на камень наносят точно 57 граней. Такую идеальную форму огранки алмаза, которая раскрывает всю игру света в нем, придумали еще в 19 веке. А в начале 20-го математики точными расчетами довели ее до совершенства. Они подсчитали, что именно при такой огранке луч света, преломляясь и отражаясь от стенок камня, заставляет его играть максимально красиво. На самом деле русская огранка – это вот, да, действительно, круглый бриллиант 57 граней. Бриллианты такого топ-мейк. То есть из них вышел потом вот этот вот как раз бриллиант Экселент, который сейчас называется Трипл Экселент, когда все параметры бриллианта идеально сведены. Это да, из термина русская огранка он появился, потому что в России первыми делали такие бриллианты, когда на рынке этого еще никто не делает. Каждое движение огранщика четко выверено. Углы наносимых граней строго точны, отклонений быть не может. И все же огранщики говорят, без творчества создать бриллиант не получится. Именно поэтому, например, в высокотехнологичной Японии так и не удалось развить у себя гранильное производство. Говорят, исполнительные японцы затруднились гранить камни, не отходя от стандартов и регламентов. А ведь создать бриллиант все равно, что написать картину, правда, в сильнейшем нервном напряжении. Каждый обрабатываемый камень как бы индивидуален. И как бы засекать время, которое там на него тратишь, это сложно. У огранщика в работе самое главное – это терпение, которое проходит незаметно. Там можно два дня обрабатывать, можно месяц обрабатывать камень. Работа психологически сложная, потому что это, как вы понимаете, очень дорогое сырье. И поэтому сделать какой-то промах просто недопустимо. Чем крупнее алмаз, тем больше внимания ему уделят, тем дольше над ним будут работать. После огранки камень обязательно передают технологам, чтобы те оценили проделанную работу. Если нужно, алмаз снова возвращают на огранку и так по несколько раз. Порой на изготовление одного бриллианта может уйти день. Над какими-то приходится повозиться и больше года. В нашей передаче я всегда стараюсь повторить то, что обычно делают наши герои в кадре. Ну, например, мне доводилось посидеть за баранкой настоящего Белаза и даже настоящего Боинга. Понятно, что и здесь мне очень хочется попробовать нанести хотя бы одну грань на алмаз. Скажите, пожалуйста, я могу попробовать сам огранить алмаз? Ну, огранить нет, потому что хватит только за него. Увы, как видим, здесь мне никто не позволил этого сделать. Но оно и понятно, слишком дорогой может стать цена такой ошибки. Но мастерство огранщика вовсе не в том, сколько бриллиантов за день он успеет изготовить. И даже не в том, с каким самым маленьким камнем ему под силу справиться. Хотя сегодня, например, здесь могут нанести те самые 57 граней на алмаз размером всего с четвертинку пшеничного зернышка. Но все-таки эти специалисты славятся в первую очередь огранкой именно больших камней. Мы специалисты в крупном товаре, в бриллиантах Алроса мы граним крупный товар. Это алмазы массой свыше 10 карат и алмазы редких цветовых оттенков. То есть Fenty Colors – это уникальный редкий товар очень, где мы занимаем порядка, наверное, 50% мирового объема. Вот он, результат невероятно трудной работы сначала геологов, затем шахтеров, водителей, обогатителей, огранщиков и еще много кого. Нанося грань за гранью на алмаз, десятки специалистов трудились над ним часами, нарабатывая уникальный опыт. И все для того, чтобы еще раз доказать, вряд ли сегодня можно создать камень прекраснее и удивительнее бриллианта. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова